Откуда берутся грыжи позвоночника, а именно грыжи поясничного отдела? Как помочь себе и как предупредить развитие протрузии, которые впоследствии превращаются в грыжи? Я профессор, доктор медицинских наук, врач-остановительной медицины Виктор Владимирович Коротавенко. И сегодня я покажу вам два упражнения, которыми вы сможете как помочь себе при боли от поясницы и ногах, но также и предупредить развитие изменений в поясничном отделе позвоночника. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы научиться помогать себе. А именно, за считанные минуты снимать боли в пояснице и ногах. И сейчас мы вам покажем первое упражнение. Итак, уважаемые дамы и господа, первое упражнение направлено на купирование, ликвидацию болевого компонента, который развивается в результате спастических или атомических состояний в области толстого кишечника. И для профилактики купирования боли в пояснице и ногах. Для этого нужно ваши ноги, стопы поместить за ножками стула с одной и с другой стороны. Руки вот в таком платье поместить у себя за спиной. Вот таким вот образом вам видно, чтобы туда кинуть. Глубоко вдохнуть, резко выдохнуть и не дыша в течение пяти секунд попытаться ногами раздвинуть ножки стула, а руки развести. Все. Достаточно. Достаточно. Обязательно восстанавливайте самостоятельное дыхание. Необыкновенные ощущения. Попробуйте, пожалуйста, обязательно. Выполните прямо сейчас. И после этого, через несколько минут, второе упражнение. Итак, нам необходимо пять минут для того, чтобы молочная кислота, которая накопилась в результате этого упражнения, успешно утилизировалась печенью и восстановилась наше нормальное функциональное физиологическое дыхание. Итак, первое упражнение нам позволяет не только быстро избавиться от боли в пояснице и ногах, но разобраться с причинами, которые вызывают развитие протрузий с последующим развитием грошек. Дело в том, что на слуху у вас, к сожалению, дамы и господа, во многих случаях понятие протрузий связано с тем, какими изменениями уже произошли в вашей спине. А что же мы знаем о притечах, о причинах, которые лежат в основе этих протрузий, лежат в основе последующих развитий грошек. А дело в том, что эти изменения у нас зависят от состояния нашего желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, состояние той части кишечника, которая не только формирует каловые массы, но и занимается моторным их удалением. Именно изменение в этом смысле, нарушение моторики, повышенная или пониженная перистальтика отражается на том, что наш толстый кишечник, а именно в части ампульной части кишечника, сигмовидной части кишки, начинает резко увеличиваться в размерах. Это называется долиха сигма или мегаколон. Каловые массы накапливаются в нем без механического выделения, производят их обезвоживание, и с каждым разом, с каждым разом опустошение, опрасывание кишечника вызывает у нас все больше и больше напряжения. По законам физики, это сопровождается с тем, что у нас происходит повышение без того высокого отрицательного давления кишечники. Здесь очень важно понять, что качество нашего стула зависит от того, как долго мы сидим на наших стульях. Помните, пожалуйста, о том, что если вы без перерыва находитесь на стуле, а перерыв должен составлять 15-20 минут через каждые 2,5-3 часа работы, именно такое безудержное состояние вашего тела приводит к тому, что моторная функция кишечника резко нарушается, и подвижки, особенно больших позвоночных мышц, начинают угасать. И поэтому каждое последующее телодвижение, которое сопровождается, должно сопровождаться опустошением кишечника, приводит к тому, что мышечный корсет вашего поясничного и поясничного крестцового отдела резко нарушается, и сама состоятельность корсетной части поясницы резко изменяется, и происходит формирование протрузии, то есть выпячивания или предвыпячивания той части межпозвонковых дисков, которые и являются амортизаторами между определенными позвонками вашего позвоночного столба. Но ровно так же, пожалуйста, имейте в виду, что и полосы зачастую принимают самое негативное активное участие в формировании протрузий межпозвонковых грыж с последующим их превращением в грыжи. Это происходит по одной простой причине, что происходит мощная дегидратация межпозвонковые диски теряют огромное количество своей жидкостной структуры, они наоборот начинают уменьшаться в объемах, уменьшаться в площади, и формируются так называемые гипермобильные позвоночные суставы. Именно вот эти гипермобильные позвоночные суставы, в силу того, как они фиксируются уже с крестцовым отделом, и являются причиной формирования протрузий с последующими грыжами. Это тоже зависит от того, как долго вы сидите и как правильно или неправильно вы питаетесь. И поэтому второе упражнение, которое мы вам покажем, как раз таки направлено на ликвидацию тех последствий, которые возникают и в результате атонии поясничного отдела, и в результате спазма поясничного отдела. Почему? Потому что именно через эти отделы происходит выход мощнейших нервов под названием седалищные нервы. А их диффузные изменения приводят как раз таки к тому, что развивается люмбага, развивается люмбэшалгия, развиваются тяжелые и шиасы, вплоть до того, что происходит выпадение межпозвонковых дисков, особенно в области поясничного крестцового отдела позвоночника. Второе упражнение, которое направлено на профилактику и боли в поясничном отделе, на снятии боли в ногах, ну и, конечно, на стабилизации поясничного крестцового отдела позвоночника, является продолжением первого упражнения. Что мы для этого должны сделать? Мы должны для этого глубоко вдохнуть, резко выдохнуть и максимально вверх выбросить руки с имитацией блюдцев, на которых якобы находится солнышко. И не дышать 5 секунд. Тянитесь вверх, 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 вверх. Достаточно. А то солнышко садится в битой, и мы останемся в тени, и восстанавливаем дыхание. Какое мое впечатление? После первого упражнения, при попытке подняться, стать ровно, я не испытала никаких сложностей, никаких трудностей. Особенно, когда засиживаешься за работой. Безконтроля. Да, не замечаешь, как время бежит, и смотришь уже, ну, часа 4, как минимум, уже прошло. Встаешь, и не совсем это быстро и комфортно получается сделать. Опять же, из-за формирования спаза в пояснично-крестовом отделе позвоночника. Помните, была замечательная песня «Скрик колеса»? Так вот, чтобы ваши колеса не скрипели, выполняете первое упражнение, и тогда у вас будет очень легкий подъем. Второе упражнение через несколько минут выполняете, и тогда у вас будет стабилизация тех изменений, которые произошли после первого упражнения. И если так периодически повторять, следить за временем и засиживаться, и повторять этот комплекс каждые 2,5-3 часа, то ваш пояснично-крестцовый отдел, ваши ноги, не будут беспокоить вас болями от тех застойных и спастических явлений, которые формируются нарушением стула, как заборами и поносами, так и нарушением обмена веществ, которые формируют именно вот этот стул, на котором вы долго засиживаетесь за работой. И тогда вместо скрипучего колеса на это место придет скрипка леса, которая мягкой и нежной музыкой улучшит ваше настроение и обмен веществ. Итак, если первое упражнение направлено на предотвращение последствий и профилактику развития протрузии с последующим образованием грыж, то второе упражнение направлено на ликвидацию уже тех последствий, которые произошли и в результате протрузии, и в результате грыжи образования. И выполняем функцию стабилизатора поясничного отдела позвоночника. Большое значение в плане выполнения этих двух упражнений имеет регламент их исполнения. Дело в том, что нам нужно обязательно время для того, чтобы привести мышечно-корсетный тонус поясницы, пояснично-крестцового отдела в порядок, а для этого нам нужно стабилизировать мышцы, которые поддерживают эти отделы позвоночника. Поэтому регламентом является, обязательным выполнением регламента является выполнение этих упражнений после непрорывной полутора-двухчасовой работы в сидячем положении. А интервалы между выполнением первого и второго упражнения не должны составлять больше пяти или семи минут. Это связано с тем, что первое упражнение направлено на стабилизацию крупных внутренних мышц брюшины, брюшной полости. И накопленная в результате выполнения этих упражнений молочная кислота должна успешно утилизироваться в печени. Поэтому нам нужен именно такой регламент. 5-7 минут между первым и вторым упражнением. Уважаемые дамы и господа, хочу напомнить вам с большим уважением к вашему вниманию, что в нашем арсенале, в арсенале профессоров, академиков Коктаренко имеется огромное количество упражнений, которые носят не только скоропомощной, но и системный характер само- и взаимопомощи. В ближайшее время, буквально в ближайшее время, мы проведем очередной супер-блиц-вебинар, который посвящен именно этим вопросам. Вопросам купирования пояснично-прессовых болей, боли в ногах, профилактики протрузий и грыж. Почему? Потому что именно летнее время является самым катастрофическим и максимально инвалидизирующим для поясницы и ног. Помните об этом обязательно. Продолжение следует...